Детские сады Грибочки готовы. Слепим маленьких ежат. Ежат и очень любят грибы. Да, ребята? В детском саду номер 118 появилась территория творчества для детей и взрослых. Каждый здесь может найти занятие по душе. Для книголюбов оборудована мобильная библиотека. Для любителей порисовать есть мольберты и маркеры. А возле стены искусств можно научиться лепке и гончарному мастерству. Но самая яркая зона здесь – это, конечно, сцена. Родители в любое время могут подойти, позаниматься, прогуляться по нашей площадке. Особенно после садика, потому что у них там появляется свободное время вместе с мамой, и могут спокойно прогуляться, показать все таланты, все свои возможности. Детский сад номер 118 участвовал в конкурсе «Детский сад моей мечты» и выиграл грант от городской администрации на строительство этого рекреационного комплекса. Похожие площадки также недавно появились в детских садах номер 113 и 137. Я думаю, что такая традиция общегородская, проведение подобных корпусов, она должна сложиться на долгие-долгие годы. Почему? Победив в данном корпусе, мы видим, что есть действительно реальные результаты по созданию красивой среды обитания для наших с вами детей. Территория творчества уже успела завоевать сердца детей и их родителей. Какая красивая площадка! Здесь можно полепить, порисовать, даже песню спеть. Знаете, здесь очень интересно тем, что дети могут найти себе занятия любые. Допустим, Максим меня любит лепить, а Оля любит рисовать. Еще можно на сцене проявить себя, показать свои творческие способности. То есть здесь очень много для детей, чтобы они развивались и на свежем воздухе. Это очень хорошо. Территория творчества будет работать круглый год. А время от времени для детей здесь будут проводить тематические мастер-классы. Как можно скрасить свой досуг этим вечером? Об этом наша афиша. В музее Чувашской вышивки сегодня в 4 часа откроется выставка сцены русской жизни глазами европейцев. Там можно будет увидеть гравюры, созданные западноевропейскими художниками еще в 18-19 веках. Их сюжеты объединяет Россия, ее люди, быт и нравы. В 7 вечера в Чебоксарском художественном театре будут показывать лирическую комедию режиссера Антона Савельева «Примадонны». А в это же время в киноцентре «Синема-5» на большом экране можно будет посмотреть московский спектакль «Борис Акунин. Чайка». Стоит отметить, что показ этой комедии в жанре детектива участника международного конкурса «Фаджер» в Тегеране состоится одновременно в 60 городах России. На сегодня у меня все. Всем отличного настроения, продуктивной работы и приятного отдыха. Ну а завтра, завтра будет новый день. Продолжение следует...